МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1955 год. Советский Союз. Интеллигентная бездетная семья удочеряет девочку из детского дома. Девочка оказывается экстрасенсом. Из сталинских гулагов возвращается мама девочки. Еще более продвинутый экстрасенс. Сотрудники КГБ не пускают маму к девочке и понуждают ее к сотрудничеству. Тебе нужно узнать, куда он спрятал. Очень важный документ. Список агентов. Ты спишь? Раз. Два. Три. Сериал «Другие» телеканалы России, следуя рейтингам, затмил по популярности политические ток-шоу «60 минут», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и даже «Кремль Путин». Почему такой интерес вызвали художественно вымышленные экстрасенсы Советского Союза? Разберемся. Итак, телесериал «Другие, не чужие, не иные» и «Другие». По этому поводу у меня собрались очень интересные гости. Два доктора. Доктор исторических наук Валентин Сахаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор биологических наук Сергей Савельев. Здравствуйте. Здравствуйте. Если не против, начнем с Валентина Александровича. Валентин Александрович, даже вопрос не как историку, а как свидетелю. Вы 46-го года, вам в 55-м году 9 лет. Скажите мне, пожалуйста, подмосковные пацаны 9-летние как жили тогда? Ну, как жили. Жизнь еще была достаточно скромная. Жили дружно. Игры, как правило, были компанийские, потому что народов было много. Валентин Сахаров. Доктор исторических наук. Профессор кафедры политической истории факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Автор более 50 научных и учебно-методических работ по истории Российской революции, истории общественно-политической мысли в 20-м веке, период управления Сталина. Если брать Лобни, где я родился, где я вырос, или Москву, во дворах большие компании, которые играли в салочки, пряталки, вот Мирнова, дрались на саблях. Очень жестоко. Надо ли призрак советской губни витал тогда? Нет. Единственное, что в детстве были такие разговоры. Я, конечно, не понимал. Вот проехал черный воронок. Все. Больше с какими-то страстями, мордастями, связанными с репрессиями и прочее, прочее, прочее. Я не сталкивался. Ну, может, это вас просто не касалось? Меня это не касалось. А все вокруг было ужасно? Ну, ничего ужасного я не видел. По крайней мере, если эти репрессии как-то связывают со Сталиным, то я должен сказать, что с детства запомнилось. И мое отношение к Сталину во многом сформировалось. Вот следующий момент. Я помню спор в детском саду. Наверное, это год был где-нибудь 52-й. Мы идем по Бутырской улице, у нас детского сада прогулки водили. В каком-то магазине выставлен портрет Сталина. Вот наша политическая культура, вот детей детсадовского возраста. Я говорю, товарищ Сталин, мне кто-то возражает из-за моих товарищей. Не товарищ Сталин, а дедушка Сталин. Я говорю, да он, конечно, дедушка, но он товарищ все равно. Вот мы воспринимали Сталина как человека очень близкого. То есть детство небогатое, близкий Сталин, еще дрались на саблях. Да, войну играли. В войну играли. Вы ничего не помните про 55-й год, давайте посмотрим на экран. Я цыганка. Я родилась свободной, я умру свободной. А ты знаешь, что в нашей стране самой по себе свободной быть нельзя? Еще Ленин сказал. Какой еще Ленин? Не знаю я никакого Ленина и делаю, что хочу. Собирайтесь и поедемте. Пожалуйста, не надо. Вы арестованы за подрыв атеистических мировоззрений советских граждан. Давайте ребенка и поедем. Не смейте! Внутренней свободы у вас не было, если следовать современным сериалам. Вы были внутренне несвободны. Мое поколение, или по крайней мере меня могут пытаться так представить. Конечно, я был свободен. В тех рамках, которые мне ставили родители. Вот это можно, вот это нельзя. Бабушка и дедушка. Вот это можно, вот это нельзя. Где-то я слушался, где-то переступал через эти запреты. Ну, то есть направляющей роли партии не было, что в детском возрасте? Ну, наверное, что в воспитательном плане, что можно и нельзя. Наверное, это было. Родители проводили ту самую линию, которая была принята в Советском Союзе. И считалось, что хорошо и что плохо. Сергей Вячеславович, если верить сериалу, первые экстрасенсы появились у нас в 55-м году прошлого века. И они не появились до сих пор, потому что такого феномена просто нет. Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор. Руководитель лаборатории развития нервной системы НИИ «Морфология» Российской Академии Наук. Автор первого в мире стереоскопического атласа мозга человека, который был удостоен диплома премии имени Шевкуненко Российской Академии Медицинских Наук за лучшую научную работу по топографической анатомии и оперативной хирургии за 2001 год. Написал более ста научных статей, автор книг «Нищета мозга», «Изменчивость и гениальность» и других. Так что это все сказки, даже с гипнозом были большие проблемы всегда. Потому что, собственно говоря, гипноз ввел первый Бехтерев здесь. Почему? Потому что даже это является, скажем так, мягко говоря, небесспорным явлением. Почему? Потому что ему в нормальной ситуации подвержено всего около 2%. Население, причем в пограничных психических состояниях, то есть это подростки пубертатные и женщины в основном в климактерическом синдроме или после него. К сожалению, вот эти люди убеждаемы. Именно поэтому Кашпировский и прочие, когда показывали «Чумак», эти залы знаменитого кинотеатра России, и там, значит, так, камера шла по головам, и ты видишь там, ну, конец советских времен, такие гидроперитные блондинки от 45 до 55 лет. Вот это основной контингент. Есть люди с неустойчивой психикой, которые подвергаются этим делам, но их очень мало. И вот до Бехтерева, это вообще приезжали западные всякие клоуны, которые знаменитые европейские гипнотизеры. Ну, и там, значит, собирали публику в счете поживиться на богатых российских зрителях. Туда обычно выходили или дамочки с высших женских курсов, ну, когда призывали загипнотизировать, или врачи. И обычно после этого этих знаменитых европейских гипнотизеров забрасывали мочеными яблоками, на чем все и кончалось. Нет, подождите. Я хочу историка спросить, а Вольф Мессинг как же? Историческая личность абсолютно приближенная. Я специалистам в этих вопросах отношусь весьма скептически и критически ко всем этим историям. Изварыкин Вадим Петрович, племянник того самого изобретателя телевизора, крупнейший специалист по мозгу и цветоархитектоник, он неоднократно мне рассказывал о том, как он посещал сеансы Мессинга. Он сказал, цирковой шулер, говорит, вот что он говорил, цирковой шулер, то, что он показывает, это примитив полнейший, а все остальное это пиар-компания, способ выжить и заработать. Значит, он многократно бывал на этих сеансах с одной целью. Он интересовался такими вещами, как бы, ну, пограничными. Это ему было интересно. И он объективно рассказывал, причем приводил все эти примеры. Вы поймите, человеческий мозг такой большой, такой похотливый и такой ленивый, что при известных условиях я могу тоже убедить кого угодно, в чем угодно. Как говорит только прапорщик Задов, известный персонаж Нагиева, а за сколько? Так что, вот, вы знаете, мистификации эти все. Но, опять же, если это востребовано, то это, естественно, и будет востребовано. Ну, вы знаете, люди всегда страдают различными психическими отклонениями и склонны к тому, чтобы ни о чем не думать. Так мозг устроен. В основе нашего мозга, нашей убеждаемости, впечатляемости, в том числе с помощью телевидения, лежит очень простой принцип. Если мозг не думает, он потребляет энергии в два с половиной раза меньше, чем в том случае, когда думает. А когда он снижает энергетические расходы, тут же вам вовнутрь вводятся специфические вещества, очень хорошие и полезные. Канабиоиды, опиоиды, окситоцин, эндорфины. То есть, иначе говоря, мозг поощряет к праздности, к впечатляемости, безделью и воровству с помощью внутренних наркотиков. Это является залогом прекрасных способов создания соответствующих кинофильмов, в которых можно убедить простодушных зрителей в чем угодно. Чем меньше думаешь, тем больше внутренних эндогенных наркотиков, которые вырабатывает сам мозг. С точки зрения истории прозвучала очень странная фраза для меня. Вы выступаете против атеистической пропаганды. Экстрасенсы и атеистической пропаганды. Вообще, 1955 год, то время, у нас церковь вообще существовала в стране? Или мы все были атеистами? Разные люди. Во-первых, я крещен, хотя и не верю. Крещен в детстве, в 1947 году, меня никто не спрашивал. Я, насколько знаю, другие ребята мои, ровесники, тоже примерно так вот их крестили. Но, что касается церкви, было их немного. Видимо, старые люди были верующие. Насколько я знаю, поколение моих родителей и родителей моих друзей, там никаких следов веры не было. Это как-то запрещалось на уровне государства? Да нет. Государственная политика была направлена на то, что атеизм – это хорошо, все остальное. Я, насколько я знаю, как историк знаю, что при Сталине было вот с 1943 года некоторое такое определенное послабление. После смерти Сталина при Хрущеве, так, узда была подзатянута в этом отношении. Атеистическая пропаганда, ну, насколько вот известна мне по некоторым рассказам людей, которые занимались атеистической пропагандой, она была довольно бездарно поставлена и неудачна. Вернемся к нашей прекрасной девочке. Внимание на экран. В других группах все болеют. Я смотрю, здесь свой доктор. Да. Каждое утро обход. К вечеру все больные и здоровы. Хочешь – верь, хочешь – нет. Это ракета. И она почти как настоящая. Я туда даже пору у отца стащил. Вам явили чудо только что. У нас в 1955 году, у нас, по-моему, Юрий Гагарин в 1961 полетел в космос. А в 1955 году ракеты были, которые девочка запускала с силой взгляда. Нет. Дело в том, что еще моя матушка училась в те годы, еще в школе. И им, физике, говорил, что это, в принципе, невозможно. Хотя там в скорости, всего лишь через несколько лет, полетел знаменитый спутник, первый пищалка. Но буквально за год до этого это делалось так секретно, что за год до этого вообще в школах, в институтах говорили, что это дело далекого будущего. Ну, то есть, это 1955 год. Детский сад. Ну, у меня уже не детский сад, а уже школа начальная. Не, ну, то, что мы видели, да? Веселые дети, силой взгляда запускают ракету, очень похожую на что-то космическое. Первое мое, наверное, внимание, насколько я помню, к ракетам было обращено, появилась информация. Это, наверное, год 1955, что у нас были баллистические ракеты, которые запускали куда-то в Тихий океан. Ага. И мне старшие, старшие, да, я спрашивал у дяди, он мне что-то там объяснял. Это первый момент. И малоизвестный факт. У нас же в 1951 и 1952 году, если мне память не изменяет, было запущено три ракеты с собаками, которые вылетали, ну, в ближний космос, километров на 80, наверное, на 100, может быть, чуть-чуть поднимались. После третьего запуска, поскольку орбитальный полет был невозможен, то приостановили. И вот уже потом, в 1957 году начались запуски орбитальные, поскольку, ну, появились другие ракеты. Поэтому ракеты-то были, боевые ракеты, они в 2012 году были на вооружении, боевые ракеты, кронштадтские, так сказать, форты строились. Ракета на вооружении, небольшая, она давно-давно известна. Так что были ракеты с красными звездами? Ракеты вообще монтировали, знаете, под такие самолетики, бипланы, называется таким ломом, чайка, по три штуки под каждым крылом, вообще-то, еще в начале Второй мировой войны. Поэтому ничего удивительного здесь нет, если говорить о ракете. А вот про космические, это уже совсем другая история. Ну, здесь космос был. Дело не в этом, она так вот вертикально. А, я понял, почему это. Это единственная надежда нашего Роскосмоса. Только так мы можем теперь запускать. Девочка, если бы она существовала, на самом деле, могла бы сейчас не сильно состариться. И, в принципе, классно бы работала в команде Рогозина, и ракета бы запускала. Без двигателя. Без двигателя, силой взгляда. Вопрос в другом. Вы же не можете отрицать того, что восточная медицина, вот то, что девочка там, эти вот, делает, лечит детей, она существует? Нет, я отрицаю. Встречный слепой метод проверки, когда ни экспериментатор, ни испытуемый не знают, что реально происходит. Вот такими встречными слепыми методами никакие экстрасенсы, никакие эти заклинатели змей, никакие обмахиватели там полотенцем или бог знает чем. Они ничему не приводят. Встречный слепой метод, являющийся проверкой любого фармпрепарата действия, любого, это просто закон, показывает, что это все, ну, телевизионные утки. Ну, интересно, конечно, забавно, если бы это было. Но это типа вот люди Икс, у которого там вырастают из-за ушей такие когти, и там он на них скачет. Или там замораживает всех. Вот это примерно такого уровня бред. Но из-за того, что он подается как бы в очень натуралистичной среде, создается иллюзия по известной праздности мозга, о которой я говорил, которая заглатывается до хвоста, как золотой крючок карасиком. Вот и все, больше ничего. Потому что иллюзия обыденности создает у зрителей привычку к тому, чтобы воспринимать это как теоретическую возможность. Потому что, на самом деле, естественно, ничего этого нет. Есть такие экстрасенсы, появлялись, доходили они там, особенно когда была у нас слегка склеротическая ЦК, КПСС. Они доходили до самого верха? Да, доходили. Вынуждали Минздрав, так сказать, заставляли, значит, этих прохиндеев, так сказать, рассматривать их предложение. Заставляли. При ближайшей проверке контрольной все это оказалось слипой. В свое время ни один министр пострадал от этого здравоохранения. А эти люди оттягивали колоссальные средства внимания и силы от реальной медицины. К сожалению, встречный слепой метод, я сам неоднократно участвовал в проверках этих X-лучей. Даже более наукообразно, не просто на силу и мысли пронзило время и пространство. Намного лучше. Там какой-нибудь трансформатор, пара прохиндеев, говорит. Все, вот эта штука, которая передает через время и пространство сигналы о лекарствах. Берем патриот человека, складываем с необходимым лекарством, ставим в прибор. И там специальные троидальные магнитные поля, которые пронзают все на свете от начала 90-х. Там компьютеры, жидкий азот тек, какие-то дуги огромные стояли. Это, говорит, здесь магнитное поле. Оно достигнет человека, по фотографии распознает и перенесет ему лекарства. Так вот, эти прохиндеи иногда их, значит, заносило. Они пытались доказать вот эту свою нелепость. И приглашали специалистов, в том числе меня, например. Они говорят, давайте вот мы проверим. Проверяем. Значит, не работает ничего. Как вы проверяете? Да очень просто. Ну, мне пришло лекарство, мне лучше стало. Откуда? Ну, лучше мне стало. Вот вы могли просто съесть хорошие колбаски в 90-е годы. И вам полегчало. Понимаете? А вот головастикам абсолютно плевать. У них такого мозга большого нет. Они не могут задумываться. Головастики не смотрят телевизор. Им гораздо сложнее. Вот. Зато у них есть четко. Ты берешь 100 штук головастиков. Я делал такие эксперименты. Перенос тироксина. Это гормон, который у головастиков позволяет пройти метаморфоз. То есть, ну, как хвост укорачивается, лапы вырастают. Если его переносят головастиком, то что получается? Они быстрее проходят метаморфоз. Понятно? Понятно. 100 штук здесь, 100 штук тут. Значит, складываем каждую фотографию каждого персонального головастика с тироксином в прибор. Вперед. Не работает. Я прихожу, отчитываюсь, потому что деньги потрачены. Человек более высокоорганизованное существо. Вот именно так мне было сказано. Ну, правильно. Вы знаете, говорит, астральное поле-то у головастиков только два, а у человека только три. Я говорю, давайте того, у кого три астральных поля. Ну, это уже на грани шизофрении. Он говорит, хорошо, а мышей? Я говорю, отлично. Мыши подойдут, у них три астральных поля. Вам видно их? Ну, это понятно, что прохиндиада в чистом виде. Он говорит, видно, есть. Ну, сами понимаете, что за персонаж. Такие, знаете, немытые, с такими волосами а-ля Эйнштейн. Ну, чтобы было видно, что он весь в мыслях. Он говорит, надо перенести вещество, которое бы очень привело к ярким результатам. Я говорю, хорошо, давайте есть вещество. Например, нам красный краситель будем переносить к мышам. А они, если перенесем, а вот там не усваивается. Значит, они будут выписывать его в флуоресцентном свете. Моча будет не желтенькая, а красненькая. Давайте. Значит, вот. Ну, и изверг. Я не изверг. Я страсть, как люблю прохиндеев. Особенно слегка обжаренных. И, значит, дальше что делается? Я переносил там две недели за 25 километров эксперимента. Все опечатано с тремя свидетелями. Потому что, естественно, они же разувают богатых людей. Тебе говорят, мы хотим честные данные. Говорю, давайте двух. Вот у вас там ходят быки. Давайте пару быков, пусть смотрят. Ну, вот как это все делается. Ну, не писают красным бедные мыши. Ну, не переносятся. Они говорят, опять эксперимент не такой. В общем, вот таких историй я могу вам рассказывать до бесконечности. Такие истории в наших фильмах. А у нас, в наших фильмах, они превращаются в обалденные результаты. Третий фрагмент вашему вниманию. С обалденным результатом. Я надеюсь, меня в цирк возьмут. У меня есть к вам предложение получше. Что, если вы... Буду работать на вас. Ну, почему на меня, на государство, на его безопасность? Пустите, а то я закричу. Здравствуй, Дора. Я не Дора, Авардин. Знаете, дворником теперь работаешь. А могло бы красиво жить в кремлевских автомобилях ездить? Спецтранспортом. По твоей милости, я уже накаталась. Это был твой выбор. У меня его не было. Скажите мне, пожалуйста, а в ту пору много было таких других, которые красиво жили в Советском Союзе? Наверное, были. Я их не видел. Семья жила. В среднем отец. Начальник цеха, замначальник цеха. Серьезная должность. Примерно была зарплата 950 рублей. Мама получала лаборант на оборонном предприятии. Где-то 850 рублей. Сестра училась, я. Поэтому это средняя такая семья. Целью жизни тогда была красивость, скажем, то, что вкладывается в эту красивость. Вы знаете, наверное, молодежь моего возраста про это не думала. Ну, те, которые были лет, допустим, постарше, девочки, мальчики, наверняка были озабочены. Потому что была мода какая-то. Стремились к моде. Шапочки были такие вот какие-то. Я помню, детки их называли. Но были очень среди молодежи. Они стремились. Поколение родителей жило скромно. Ну, то есть, в нашем понимании, красивость – это трехэтажный дом в Жаворонках и, я не знаю, яхта на Лазурном берегу. Про это основная масса, может, 99% не думали и не мечтали. Я просто сейчас вспоминаю материал из переписки. Он опубликован Сталином с Кагановичем. И там Сталин предлагает изменить оплату труда, писать или так далее. И вот он что-то написал, опубликовал, и потом, может, лет 5-10-15 жить и ничего не делая. Такая публика была, очевидно. Я с ней не пересекался. У меня вопрос. Вам, доктор, и вам, доктор. Скажите мне, пожалуйста, почему сегодня с таким немыслимым интересом телезрителя волнует то, что происходило в советские годы? Почему нельзя сегодня снять фильм, например, про тех же самых экстрасенсов? Ну, скажем, образца, там, не знаю, 90-х годов, чтобы все происходило, да и 2000-х. Там все их помнят еще, Чумакайка Шпировского. Ну, а зачем идеализировать Советский Союз с этой кровавой гыбней? Мы же знаем, что там было плохо. Нам же говорят об этом каждый день. Там было плохо. Зачем об этом снимать кино? Во-первых, я совсем не считаю, что там было плохо. Там было, соответственно, времени и условиям после войны, когда значительная часть мужского населения погибла. Было тяжело. В деревнях мужиков не хватало. И на заводах, и мы на заводы. Наши поколения лет 16 классов, с 8-го, с 9-го. Кто-то в ремесленную шли. Многие кто-то, потому что плоховато учился, а кому-то надо было зарабатывать деньги. Было время сложное. Почему такие фильмы про советское время? Надо ослабить в негативном плане советское время, о котором сейчас вспоминают все чаще и чаще. Причем люди, которые проклинали в свое время Сталина, сплошь и рядом говорят, нам нужен Сталин. Вот для того, чтобы поставить преграду на таком пути развития настроений, мыслей, задавить ностальгию, надо как можно больше очернить. Вот эту задачу очернения нашего прошлого авторы этого фильма выполняют. Очернение или все-таки ностальгия? Мне кажется, что с очернением я, может быть, не соглашусь. Что-то всегда есть, всегда человек находит то, что ему ближе. Но с моей точки зрения, вот если говорить о фильме, вот о тех кусках, которые я говорю, ну что, когда исчезают люди, которые могут вспомнить это время очень хорошо и адекватно, были в сознании и, так сказать, были уже достаточно зрелыми, чтобы оценить то, что происходит. И как только уходит это поколение, про это начинают снимать фильмы. И чем более нелепо и тем лучше. Вот, например, мой дедушек, который 910 года рождения, он, например, в трезвом уме и ясной памяти прошел финскую, польскую, финскую и немецкие войны до ранения. Причем не офицером, а рядовым. И не в самых коммунистических подразделениях, скажем так. Вот, и он смотреть советские фильмы и читать воспоминания людей, которые писали о войне, которые были так называемыми поколениями, не мог. Потому что он говорил, что это ложь от начала и до конца. А сегодняшний фильм он смотрит? А сегодняшний – это уже романтическая мифология. То есть, это уже не просто ложь, а это мифология, ну, типа, там, Гомеровской, что-то вот такое. То есть, имеет, примерно, такое же отношение к реальности. И всегда, когда уходит поколение, во-первых, колоритная система можно использовать. Телезионщики и киношники очень любят. Там колорит свой. Очень много осталось, так сказать, свеженьких еще. Еще только что прыгало, еще не все утрачено. Материальная культура, можно там что-то продать выгодно. А людям всегда кажется, что раньше вода была мокрее. На это все публируют. Послушайте, ну, Гомер, когда писал свои великие произведения, он же не менял плюс на минус. В чем его вообще ценность для поколения? Дело-то в том, что здесь, в этом фильме, если показать реальность, это будет скук смертная. Вот это же художественное произведение. Вот они высасывают из пальца сюжет, драму, трагедию и прочее, прочее. А почему нельзя высосать то же самое из современного нашего времени? Да сделают просто. Нас мало слишком сериалов, мало пока еще поднаторели. Вам так кажется? Сюжетов все меньше. Все уже там про поиск разбойников надоело всем. Вот начинают искать другие сюжеты. А дальше все зависит от таланта, ума и знания предмета. Но это же бизнес. И им все равно, вот они нашли эту стезю, давайте про экстрасенсов, которых вообще нет. У нас же идут передачи годами, у нас же там обсуждают годами. Это хороший бизнес, публика размягчена, уже ее размягчили, подготовили. Ну и тут более-менее неплохое кино, скажем, на троечку снятое. Оно пойдет со свистом, особенно с каким-то сюжетом продолжилось. Оно и пошло со свистом. Это говорит, что предыдущими годами было подготовлено восприятие вот этой всей нелепости. То есть у людей критичность ноль, в качестве развлечения они смотрят. А кто-то молится на этот фильм, для кого это бизнес. Это же у нас полно людей, вместо того, чтобы пойти вовремя к врачу, например, с опухолью в груди, идут к таким вот клоунам, а потом отправляются там, стреляют метастазы и отправляются на кладбище. Вот это все хорошо воспринимать как некое преувеличение телевизионное. Но люди-то в это верят, по известным особенностям мозга, и начинают этим руководствоваться всерьез, в том числе при лечении различных заболеваний. Это смертельно опасно. То есть нужно здесь сделать так. Ты обратился один раз к экстрасенсу, все, у тебя страховкой лишаешься. Это вред от этого колоссальный. Потому что таких людей, которые верят в такую ерунду, можно убедить в чем угодно. Грубо говоря, до того же Кашпировского была Ванга, который знал там узкий круг. Какой узкий? Слушайте, Ванга – это вообще пиар-компания чистая. Тодор Живков, точнее его жена, они не знали, что делать. Ну, они бабки же на этом зарабатывают. Ну, только естественно. А вы знаете, как это делалось? Каждый человек, записавшийся к Ванге, он сначала, за ним собирали информацию. Эта информация и выкладывалась. И она там пронзала силой мысли, время пространства. Слушайте, ну, это вообще Панама. И разводила, причем советская, когда к Болгарии ослабла вся эта система, я могу похлеще истории про еще нашу одну магическую землю есть. Да, и вот про нее, я могу сказать, покруче. Но дело-то в том, что это вообще все профанация от начала до конца. Вся эта Ванга, все эти предсказания. Слушайте, Тодор Живков своей женой придумали эту всю историю, раскрутили по социалистическим странам, по этим цыковским барышням бестолковым, которые не знали, чем развлекаться. И вот оно и началось. Разводила его чисто. А зачем? Естественно, что создание иллюзий и паразитизм на человеческих слабостях, которые построены на экономии энергии мозга, это святое дело. И любое государство в любой стране мира этим занимается. Спасибо. Будем разрушать иллюзии. Спасибо большое. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за разговор. Это был телесоскоп Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. Продолжение следует. Продолжение следует.